Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной Конечно. И есть такой человек, который сейчас уже в нашей студии, друзья, копирайтер, контент-маркетолог, член Союза журналистов России Яна Слова. Яна, привет. Привет, ребята. Рада быть здесь у вас. Спасибо. Мы тоже очень рады, что ты добралась, доехала до нас, прямиком из Воронежа, к нам специально на эфир. Ямочка приехала. Контент-план для соцсетей. Вот штука, которая очень так мощно звучит, но зачем она и что она может нам дать? Расскажи, пожалуйста. Штука звучит не только мощно, но и для многих скучно. Хотя я как раз одной из своих целей вижу развенчание этого мифа. Контент-план это не скучно, контент-план это классно и это про тебя, когда ты занимаешься своими соцсетями серьезно. Когда ты понимаешь, на какие кнопочки нажимать, чтобы люди тебя читали, смотрели, радовались твоим каким-то успехам, переживали вместе с тобой какие-то неудачи. И для того, чтобы это все действительно было интересно, и для того, чтобы любой блог в любой соцсети приносил какую-то тебе пользу в профессиональном плане, то, конечно же, важно, чтобы контент, который ты там публикуешь, был связан, чтобы каждый тип контента, который ты выкладываешь, будь это видеоролики, будь это посты, тексты, аудио, неважно, какой формат вы выбираете для себя, важно, чтобы вы понимали, какую роль каждый из этого типа контента играет и к чему он вас, собственно, ведет. Вот для этого и делаются контент-планы. Я стараюсь делать контент-планы исключительно такими, чтобы люди узнавали там себя, чтобы не было такого ощущения, будто, о боже, сегодня мне нужно выложить 100 миллионов сторис, как это все сделать, сегодня мне нужно написать 10 текстов на 2 недели вперед, как это все сделать. Я стараюсь, чтобы человеку было легко работать по контент-планам, делать их такими. Для этого, конечно же, приходится прилагать немало усилий для того, чтобы человек, во-первых, признал, кто он, чем он занимается, какой он, что ему нравится. Психология уже такая, да, пошла? Безусловно, как и в любой сфере нашей с вами реальности, конечно, без психологии никуда. Ну и плюс к этому, конечно же, контент-план помогает и другим людям, которые вас читают, смотрят и так далее, примерно понимать, о чем вы, про что вы, что они здесь могут получить полезного, интересного, ну и так далее. Это для тех, кто хочет стать блогером? Или для кого этот контент-план? Контент-план для людей, которые через блог хотят проявлять себя как эксперт в своей сфере. Может быть, это будет уже даже не про личность, а про конкретный бренд. Например, вот есть у нас какой-то человек, у которого очень хорошо получается печь пирожки с яблоками. Он знает, где достать самые лучшие яблоки, он знает супер-секрет теста, и, соответственно, он уже знает, что этот продукт завоевывает все больше и больше аудитории. То есть, например, какая-нибудь бабушка Валя предлагает свои пирожочки с яблочками всем соседям. По старинному рецепту. Да, по рецепту ее бабушки, конечно же, предлагает своим соседям, своим внукам. Внуки рассказывают друзьям за этими пирожками. Ну, может быть, очередь еще не выстраивается, но интерес явно есть. И для этого бабушке нужен какой-то, какая-то примерная система шагов. Вот от А до Я, что ей нужно делать в интернете? Не будем сейчас уточнять, что бабушка, возможно, не знает все соцсети. Но есть внуки, которые могут помочь бабушке стать бизнес-леди. Конечно, совершенно верно. И вот для того, чтобы бабушке было понятно, что с этим интернетом делать, куда со всем этим идти, и кто конкретно будет покупать эти пирожочки с яблочками, конечно же, нужен контент-план. Сценарий, получается, наполнение соцсетей, да? Да, по факту сценарий. Да, и плюс к этому, чтобы еще не было, знаете, такой штуки, которая у многих блогеров встречается, когда сегодня мы выкладываем, что мы кушали на завтрак, а потом выясняется, что мы, оказывается, не знаю, эксперты в картографии, и мы хотим продавать свои услуги как картографа. Но мы не знаем, как это делать, мы не знаем, что там людям интересно, как про это интересно рассказать, как при этом показать, что именно к вам следует обратиться за этой услугой. и, соответственно, возникают проблемы. Чтобы их не было, нужна система пошаговая. Твоя задача, получается, еще и раскрыть человека. Совершенно верно. Пришла Людмила Васильевна, говорит, пирожки у меня крутые, и все тут. А копнуть нужно глубже в личность человека зайти. Конечно. Сегодня вообще, я вам больше скажу, люди покупают у людей. Люди даже покупают не какой-то конкретный продукт, а им интересно, что за этим продуктом стоит. То есть, какой человек, чем он увлекается, какого рода интересы у этого человека, что конкретно он использует такого прекрасного в своих пирожках, что они такие вкусные. Если это действительно какой-то древний рецепт, там, рецепт бабушки, прабабушки, то неплохо было бы людям об этом узнать. Потому что это все позволяет на продукт взглянуть, как действительно на создание человеческих рук. А это очень, скажу я сейчас маркетинговым языком, это очень продающая история. Но плюс к этому люди любят за этим наблюдать. Люди обожают, когда за продуктом, когда за товаром стоит личность. Ну, зрелищно это получается в соцсетях. Такое закулисье. Закулисье история, да, можно это какой угодно называть, но в любом случае, да, люди покупают друг у друга. Скажи, запрос, от кого больше всего приходит на такое? В основном это запрос от экспертов, от специалистов, которые уже проявили себя каким-то образом в оффлайне. То есть они уже успешно трудятся, успешно работают, но хотят, допустим, расширить свою целевую аудиторию. Соответственно, чтобы больше людей привлекать через онлайн, им нужна какая-то... Ну, нужно понимать, с чего начинать, чем заканчивать и так далее. И, соответственно, много у меня клиентов, кстати, психологов, которых мы сегодня уже упоминали, много клиентов из бизнеса, который связан с производством и с продажей товаров и так далее. Сколько надо публикаций делать? Вот я чувствую, что уже назрел такой вопрос. Как часто надо писать о себе? На самом деле тут очень индивидуальный случай всегда, потому что важно понимать, зачем это нужно, какие цели должны достигаться. То есть чем больше я, как специалист по контент-планам, буду знать о том, что тебе нужно, о том, каких людей ты хочешь в свой блог привлекать, что ты хочешь от них, что они могут получить от тебя, тем, конечно, лучше я продумаю систему, припишу шаги. Ты продумываешь все. То есть человек просто отдает тебе свою соцсеть, ты это ведешь. Или ты обучаешь, и человек через какое-то время говорит, Яна, все понял, дальше я даже сам смогу. Как это происходит? Нет, я не веду соцсети за человека. Человек ведет их самостоятельно. То есть моя задача дать понятную систему по шагам. То есть вот, допустим, сегодня понедельник, или там сегодня вторник, да? Сегодня вторник, и бабушка Валя знает, что с утра ей нужно снять в сториз, снять на видео процесс приготовления, там замешивания теста, допустим. Как это сделать? Все это прописано. С каких ракурсов это сделать? Тоже прописано. Возможно, ей нужно будет еще снять какое-то видео от первого лица, буквально вот так, когда мы держим телефон перед собой с селфи-камерой, и бабушка Валя будет уже примерно знать, о чем говорить. Я, конечно же, не прописываю четко прям все слова. Диалог. Все фразы, диалоги. Ну, смысл, содержание. Да, смысл, содержание просто для того, чтобы человек понимал, о чем должна идти речь. Тогда ему легче, тогда он понимает, куда ему двигаться, что ему конкретно говорить, как информацию подавать. Но при этом происходит в том числе живое общение с его аудиторией. Спасибо. Мы сейчас двинемся в сторону Северов. У нас будет очень живое исполнение от Демидыча. Послушаем красивую песню. Если у вас будут вопросы для Яны, может быть, по контент-маркетологии, может быть, по копирайтингу... На все вопросы ответим. Номер единый. СМС, Ватсап и Вайбер. Плюс 7909-955-103-0. Подписывать при этом вопросы не забывайте. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. В эфире снова мы, друзья. Михаил Швотинский, Маша Вебер. Только что «Полезное время» продолжается. Напомню, что в гостях у нас копирайтер, контент-маркетолог, член Союза журналистов России Яна Слова. Мы уже начали говорить об интересном, о том, что очень важно и актуально в современном мире. Но вот как создать и продвинуть личный бренд, хотелось бы еще раз спросить знающего специалиста. Итак, Яна. Да, вот я уже упомянула, что все-таки сегодня люди покупают у людей. И, наверное, самое важное в этой всей истории, что человек не придумывает какой-то сторонний образ. Вот это я всегда пытаюсь донести, потому что, к сожалению, в эпоху, когда некоторые блогеры молодые, чуть повзрослее, здесь возраст не важен, начинают продвигаться, начинают собирать какие-то совершенно сумасшедшие, безумные, огромные аудитории, то, к сожалению, возможно, они вынуждены. Возможно, это их личный выбор, но они начинают играть какую-то роль. То есть они должны определенным образом двигаться, какие-то интересы у них должны быть определенные. То есть вот что сейчас в топе, то обязательно тоже должно быть у них. Такую свою вселенную куют. Совершенно верно. Ну, ковать свою вселенную, я лично в этом, конечно, плохого ничего не вижу, Но мне хотелось бы донести мысль, что личный бренд – это от слова личность. То есть личность складывается у нас годами, даже десятилетиями с самого младенческого возраста, когда родители в нас вкладывают, вкладывают, потом это в какой-то момент все-таки выстреливает, как-то трансформируется, кристаллизуется и превращается все-таки в нас. Конечно, у нас много что влияет, но я бы сказала, что ради продвижения в соцсетях, ради продвижения своего бренда и бизнеса, становиться кем-то другим – не очень хорошая идея. Терять лицо не нужно. Совершенно верно. Вообще, на самом деле, не существует другой самой успешной идеи, кроме как быть собой. Ну, потому что у нас больше нет другого какого-то пути, и мне кажется, интереснее развиваться внутри тех рамок, которые ты сам себе выставляешь. А почему люди так делают? Что ты скажешь как специалист? Почему они надевают эти маски? Зачем? Это кажется легче. Кажется, что если ты будешь выполнять какие-то определенные правильные действия… Какой-то мнимый запрос, может быть, от подписчиков. Возможно, да. Возможно, это опять же, кстати, желание какой-то найти волшебную кнопку к продвижению в соцсетях в том числе, потому что многие думают и многие продвигают эту идею, что действительно нужно совершать там череду правильных действий, делать вот так-то, выглядеть так-то, носить те бренды, не носить другие бренды, и тогда все будет. Нет, на самом деле, действительно, самый лучший путь, на мой взгляд, это быть собой. Просто личный бренд – это такой современный инструмент проявления себя как оффлайн, так и онлайн. То есть, например, можно сказать, что личный бренд есть у всех по определению, по умолчанию. То есть, человеку не нужно придумывать из себя что-то новое и специально ради этого увлекаться чем-то новым. Ну, как бы, новое увлечение – это, конечно, круто и классно, я только это поддерживаю, но специально этого делать, наверное, не нужно. Когда человек пытается понять, кто он, что он, что ему нравится, чем он интересуется, чем он может быть полезен этому миру, как он может здесь проявиться и, может быть, помочь как-то другим людям, тогда и получается вот эта правильная история с личным брендом. А когда человек входит в какую-то игру актерскую, когда он начинает уже где-то что-то там пытаться из себя выковать то, чего в нем нет, по определению смотрится, это, ну, как бы, человек, он быстро сейчас все считывает через экран телефона. Вот хотелось бы, да, знать, насколько это считывается, насколько публика тебя быстро может раскусить. Ну, смотрите, мы все сейчас очень сильно прокачаны в плане соцсети люди. То есть, мы постоянно в телефоне, мы постоянно в ноутбуке, люди, блогеры постоянно у нас на виду, и, конечно же, мы эту фальшь считываем моментально. То есть, это разговор о нескольких секундах, если, конечно же, за человеком там не стоит какое-то огромное маркетинговое агентство и диктует ему, как двигаться, что говорить, как говорить и так далее, куда посмотреть. Но в целом, я думаю, что любая попытка состроить из себя то, чем ты или кем ты не являешься, я думаю, что это провальная идея изначально. Значит, надо быть собой. И как продвигать себя? Через инструменты современного маркетинга. Но, опять же, современный маркетинг с оговоркой. Я всегда выступаю за то, чтобы люди осваивали правила классического маркетинга. То есть, за долгие столетия в этом ничего не поменялось, на самом деле. То есть, изменились инструменты. Вот, например, личный бренд был одинаково как у поэта Ивана Никитина, так и у вокалиста группы «Сектор Газа». Но, тем не менее, они явно не занимались этим специально. Но вот сквозь времена они до нас дошли, каждый в своем отдельном каком-то коннотате. Какой-то коннотации, да, в одной. И мы знаем, что, например, если мы говорим о каком-то публичном человеке, просто вспоминаем его имя, то мы сразу вспоминаем, что он занимается тем-то, тем-то, тем-то. То же самое вот мы с вами разыграли ситуацию про бабушку, которая печет пирожки. Почему к ней ходят соседи? Почему внуки рассказывают о том, что именно у нее стоит покупать пирожки с яблоками? Не только потому, что эти пирожки действительно вкусные, а потому что, возможно, с ней приятно просто разговаривать. Возможно, она, когда передает просто этот пакетик с пирожками, она говорит какое-то доброе словечко, напутствие, просто желает хорошего дня. Может быть, она еще обменивается с вами какими-то, ну не знаю, новостями. Какие-то фишки есть у нее. Какие-то фишки, за что ее, вот просто с человеком приятно пообщаться. Когда мы делаем свой сайт в его наполнении, что должно быть непременно, а чего быть не должно? Я имею в виду в вопросах текстов. Вопросах текстов. Тут зависит от того, чей это сайт. То есть, например, если это сайт эксперта, то, конечно же, там должна быть исчерпывающая информация о том, кто он, кем он является, чем он может быть полезен и так далее. Если это сайт, например, интернет-магазин, где продаются, поскольку я работаю с цветочным бизнесом в основном, где, например, продаются букеты, то, конечно же, главное, чтобы сайт был не только, не просто красивым, чтобы он приносил прибыль, чтобы он работал, чтобы люди туда заходили и за секунду понимали, что там нужно делать, чтобы заказать именно этот букет роз. И, наверное, здесь главная ошибка у людей больше уделять внимание какой-то эстетике и меньше действительно пути пользователя. То есть вот мы попадаем на сайт, что мы там должны сделать, чтобы что-то заказать? Мы должны, как люди, как предприниматели, как владельцы интернет-магазина, мы этот путь должны предугадать изначально. Чтобы было несложно там взаимодействовать в этих интернетах. Вы знаете, я поставил себя сейчас на место слушателей радиошансон и чувствую, что надо музыку. Ну, сидят, разговаривают, вроде хорошо, и тема такая актуальная. Но где шансон? Где? А вот он, друзья. Алена Петровская и Евгений Рос прямо сейчас в ваших радиоприемниках. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. После возвращения Николая Расторгуева на радиошансон происходит и наше. Друзья, это шоу «Полезное время», и у нас в гостях по-прежнему Яна Слова, копирайтер, контент-маркетолог, член Союза журналистов России, а также у Яны есть опыт в SEO-оптимизации сайтов. Вот об этом хотелось бы поподробнее, Яна. Ой, подробнее. Это мы тут с вами сейчас, наверное, вообще на музыку забьем и будем говорить только о моей работе. Но если совсем чуть-чуть, то давайте расскажу хотя бы для чего это нужно. SEO-оптимизация – это оптимизация в поисковых сетях, то есть в сети Яндекс, в сети Google. Для того, чтобы сайт люди каким-то образом видели, есть несколько путей. Один из них – это реклама, то есть когда вы проплачиваете сам факт размещения на какой-то из позиций выдачи. Вот, допустим, человек вводит букет роз, вот за то, чтобы ваш сайт в определенном городе именно со страницы букетов роз выходил под этим запросом, можно оплатить размещение. Поисковику. Поисковику, да, совершенно верно. Это называется контекстная реклама. А чтобы сайт выходил органическим образом, то есть не выплачивая посреднику, да, в поисковой сети какую-то… А волею судеб… Да, а волею судеб попадать в выдачу, вот для этого существует SEO-оптимизация. То есть она состоит из огромного количества составляющих, все они одинаково важны. Я конкретно занимаюсь текстами и семантическим ядром. То есть семантическое ядро – это запросы в поиск реальных пользователей, под которые затем создается текст, описание страниц, описание товаров, для того, чтобы роботы поиска понимали, под какой запрос конкретно сайт выводить, какую конкретно страничку, а иногда даже какой конкретно товар. Чтобы все ядра летели в цель. Вы ведете борьбу с роботами. Нет, мы не ведем борьбу, мы с ними сотрудничаем. Но это сложно. Много таких специалистов сейчас уже в нашей стране? Боюсь, что мало. Это проблема, кстати. Где учат на таких мастеров? Могу сказать, что на SEO копирайтера не учат нигде. То есть это исключительно методом проб и ошибок, пользуясь данными, пользуясь теми наработками, которые есть за больше чем 15-летнюю историю существования SEO в Рунете. Но, тем не менее, можно выучиться на копирайтера. Я, кстати, сама недавно узнала с удивлением, что даже на уровне уже журфаков существует отдельное направление, отдельные дисциплины, по которым потом человек получает диплом копирайтера. Интересно. Меня это удивило. Ну, это мы изучили. А вот гострайтинг. Здесь что такое? Где это найти и зачем? Гострайтинг – это вообще одна из моих любимых, наверное, частей моей деятельности. Гострайтинг – это процесс, когда ты создаешь или принимаешь участие в создании книги. Как правило, это книги людей, которые хотят передать какой-то свой рабочий опыт, может быть, жизненный опыт, нонфикшен, возможно, знаете такой жанр современной литературы. И гострайтер нужен для того, чтобы непосредственно опыт уникальный человека превратить непосредственно в книгу. А чтобы читабельно было, да? Чтобы было читабельно, чтобы это было интересно подано, чтобы человек, который знакомится с книгой, зная автора книги, чтобы у него возникало ощущение, например, что он буквально с ним разговаривает, ведет живую беседу, ну и так далее. Литературный редактор, насколько я понимаю. Да, в каком-то смысле. То есть, по сути, я, если захочу написать книгу о себе, я говорю, Яна, ну вот давай поговорим. То есть, я рассказываю свою жизненную историю, которую ты уже оформляешь. В зависимости от того, что ты хочешь передать, да, допустим, если ты хочешь жизненную историю передать, то, да, мы с тобой встречаемся, мы с тобой общаемся, я это все компоную, собираю в единое целое, в единый организм, все это редактируем, правим так, чтобы не потерять там тебя, и чтобы при этом людям было понятно, о чем идет речь. Вот, сотрудничество здесь у гострайтеров может быть разных форматов, то есть, кто-то под NDA, например, находится, то есть, его имя не публикуется в книге, вообще никим образом не присутствует в издании, в конечной редакции. Вот, кто-то, допустим, работает в открытую, да, вот, например, есть многие психологи сегодня, которые... Издают свои книги. Издают свои книги, да, то есть, человек является автором книги, но при этом он абсолютно открыто в соцсетях у себя, например, заявляет, что вот у нас многоголовый организм писательский, вот мы все там работаем. Вот у меня, кстати, у моей Марии Андреевой вышла книга осенью 2022 года, называется «Цветочный бизнес без цензуры». Я редактор этого замечательного издания, и Мария Андреева – это специалист по аналитике, по экономике цветочного бизнеса. Все, кто цветочный предприниматель такой достаточно успешный, наверняка проходили через опыт Марии Андреевой, через ее руки, потому что человек невероятный. Я всегда очень благодарна за то, что... за те проекты, которые мы с ней вместе организовываем, что-то придумываем, что-то промучиваем и так далее. И вот мы с ней вместе поработали над книгой, где нам удалось передать ее опыт, ее становление как человека очень известного в этой сфере. И книга получилась действительно такой, которой я горжусь. Прям очень сильно горжусь. И всем, кто... даже, наверное, не только цветочным предпринимателям, а людям бизнеса в целом, я бы рекомендовала ее прочитать. Это мало того, что полезно, это еще очень смешно. Ух ты! Да, получилось классно. С юморинкой вы подходите, да, к делу? Да, совершенно верно. А сколько по времени занимает этот момент? То есть от первой встречи до финальной точки в книге? Ну, конечно, это зависит от объема книги, но, наверное, могу назвать такой промежуток времени, как 6 месяцев. Это в среднем. Потому что у книги очень много этапов производства. То есть уже после текста книга отправляется в постпродакшн, делается дизайн, верстается, потом издается. В общем, процесс такой протяженный во времени. Ну, где-то год, может быть, даже у кого-то полтора на это уходит. Но я думаю, что в год можно уложиться. Если там совсем готова какая-то там уже структура, стратегия, может быть, часть текста готова, то гострайтер может подключиться и просто ускорить этот процесс, то, наверное, можно сделать это быстрее. Скажи, пожалуйста, а будет ли твоя книга, где ты напишешь свои имя и фамилию как автор? Не только вот там гострайтинг, а вот именно авторство. У нас в студии есть традиция, у нас тут небо. Да, мы загадываем самые смелые желания и отправляем во Вселенную. Моя книга, конечно же, будет. То есть это даже не желание, это цель, которая вполне реализуется уже в данный момент. Надеюсь, что не подведу. Отлично, все на этой... А мы тебя и на презентацию пригласим, да? Точнее, ты сначала нас, а потом мы тебя. Я вас приглашу обязательно, да, и просто могу на вашем небушке тоже что-нибудь, какое-то свое мысленное пожелание оставить. Ян, большое спасибо. Нас уже SEO-оптимизация, копирайтинг и контент-маркетология не особенно пугают. Яна Слово была в гостях у Радио Шансон. Рада знакомству. Это было познавательное, полезное время. До новых встреч. Пока. Любовь Володина. Роман Шахов. Счастливо, друзья. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.